Новое видео выходит каждый день в 20.00 Блять, вот чё бы такое сказать в начале? Ну, ну я не знаю, я уже пробовал всё, поэтому давайте я типа чё-то прикольное сказал, а вы такие типа в комментариях, ебать он в начале круто сказал, потому что вот мали мои, мои видеоролики будут смотреть иностранцы, они как бы не поймут, чё я говорил в начале, а вы такие в комментариях на различных языках пишите, типа ебать он там в начале сказанул, конечно, верно сказал. Или вы такие типа, ну вот тайм-код, и тут я с ним согласен, ну, я думаю, что вы меня понимаете, в общем, ладно. Сегодняшний выпуск новостей начнём с анонса следующего обновления на Evolve руле, извиняюсь, на Evolve DM, ну или Evolve Ganglar, или там, я не знаю, ещё какой-нибудь Evolve, я думаю, что это не имеет особого значения. Скорее всего, это обновлённая работа новичков, которая станет не столько интересной, сколько красивой. И вот вы знаете, на Evolve всегда вот у нас какие-то косметические обновления, у нас нету чего-то дельного, вот как они спиздили мод сам Пропе, вот в недалёком, там, каком-нибудь году, 2016-2017, это было, я думаю, не имеет особого значения. Таки вот делают какие-то косметические вот эти вот все свои исправления, и это не имеет никакого значения. Grand Roleplay. На сайте проекта стал доступен для скачивания Grand Launcher. О нём я говорил, то есть редактор, ещё при его закрытом тестировании. Сейчас же он перешёл в стадию открытого тестирования. Пока что основной и единственной фишкой является голосовой чат. К сожалению, доступен он с 15-го игрового уровня, так что зайти нулёвком и устроить конкурс по рыганию, к сожалению или к счастью, не получится. SurfZone. Когда-то вот, знаете, в первом выпуске вот Самп новостей, или во втором выпуске Самп новостей, я уж точно не помню, я вам об этом уже рассказывал, но давайте пробежимся вот по этому серверу ещё раз, тем более, что у них вышел новый редизайн дебаг-монитора, однако по стилистике, вот как подметил редактор, оно всё так же напоминает дебаг-монитор из оригинального мода DayZ. Я в DayZ не играл, хотя вы знаете, я должен, хотя я не должен, я брулёв плей, однако, да, однако, бывает. GHV Project. Вот такую дыру нам обещают поставить разработчики в будущем обновлении. Здесь, кстати, мой дом на сервере, в скобочках, если он ещё не слетел. Забросил играть после того, как узнал цены на здешний транспорт, а 750 тысяч за грин, вот, ну вот, на заметку. My Home Roleplay Vice City. Если вы не видели звезду Vice City, то вот Vice City Mall. По-моему, это отличное место для встречи игроков. Вчера в группе My Home Roleplay появились его скриншоты, однако, я не уверен, что разработчики вообще прикладывали руки к маппингу. Да и вы знаете, я думаю, что тут не особо это важно, потому что это, ну, центральное вот это, вот, знаете, здание в Vice City, и оно, ну, не особо нуждается в каком-то переработке, в какой-то там ещё штуке. Поэтому я не думаю, что вот чуваки из My Home Roleplay просто-напросто обленились, не стали это делать. Скорее всего, просто вот, ну, не захотели, вот, как-то видоизменять это, потому что, в принципе, и в таком виде, в котором тут оно представлено, в принципе, выглядит достаточно неплохо, потому что, ну, сама по себе задумка это перенести вот в Vice City в GTA San Andreas, однако, ну, не знаю, это уж на усмотрение редактора тут идёт, я ничего от себя особо-таки нового не добавляю, однако, блять, я задел микрофон, ладно, неважно. В общем и целом, на этом, наверное, всё, что я хотел сказать в данном видеоролике по поводу вот всех вот последних обновлений за 10 мая, скоро уже, там, я не знаю, когда вы смотрите данный видеоролик, возможно, 20-го числа, возможно, ещё какого-нибудь числа, вот. В общем, что я могу сказать? К сожалению, хронометраж до 10 минут растянуть у меня не получилось, в отличие от пизды мамок абсолютно всех GTA SanP-youtuberов, я думаю, что вы меня прекрасно понимаете, однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеодайджеста, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok